Около 300 лучших голосов Ульяновской области исполнили 100 лучших песен на фестивале в Базарном Сызгане. Проект, который существует уже 5 лет, начал перерастать региональный уровень. Во-первых, все началось со списка 100 лучших песен, которые поручил сделать наш губернатор Сергей Иванович Морозов. Потом тут так у нас как бы логично вытекло, что должен быть и фестиваль 100 лучших песен. Сначала, сегодня он пятый, сначала, конечно, немножко туго все шло в дело, люди отучились петь вместе, стеснялись, но теперь, конечно, все пошло на лад. И сегодня абсолютно все песни наши зрители пели вместе с артистами и вместе даже с губернатором. Сценическое действие – только вершина айсберга под названием «100 лучших песен». Его подводная часть – возрождение культурных традиций, формирование региональной идентичности, воспитание патриотизма через песню. Что дальше? Вот мы сегодня будем встречаться и обсуждать, как дать возможность Базарному Сызгану вместе с своим замечательным фестивалем выйти на большие всероссийские, а может быть даже на международные площадки. Мы действительно со следующего года будем очень активно готовить этот фестиваль, очень серьезно его финансировать для того, чтобы со всех уголков не только Ульяновской области, но и Российской Федерации, а может быть даже из-за пределов Российской Федерации сюда приезжали желающие исполнить вот такие песни. Комплексному развитию Базарного Сызганского района на этот раз дала толчок культура. В планах капитальный ремонт дороги, строительство и ремонт культурных объектов. И это дело не какого-то абстрактного будущего. Реконструкция храма, например, начнется уже на этой неделе. Тут же на фестивале Сергей Морозов встретился с лидерами общественного движения за народную песню. Уже сейчас многие региональные коллективы мечтают о приглашении на этот фестиваль Базарный Сызган. Однако район не в состоянии принять всех. Однодневный формат слишком мал для того количества артистов, которые могли бы здесь выступить. Поэтому со следующего года губернатор предложил проводить мероприятие в течение нескольких дней. Встречное предложение от работников культуры – предварить его детским фестивалем 100 лучших детских песен. В очередной раз мы убеждаемся, что Сергей Иванович очень озабочен, очень интересуется вообще творчеством и именно народной песней. Мы говорили много о чем полезном, о том, что это дело надо развивать. Ну, если ерничать, то расширить и углубить. Нет, в самом деле, ведь зачастую люди приходят чисто на концерт отслушать, заплатив, не заплатив при этом. А хотелось бы, чтобы исполнялись такие песни, которые знают в народе. Баяна нет, а люди хотят. Я сегодня встречался со всеми, кто бывает, прославил. Да, потому что там баяна хочется. Помимо фестиваля 100 лучших песен, ежегодно на территории Ульяновской области в муниципальных образованиях проходит свыше 40 вокальных фестивалей и конкурсов по различным жанрам. От авторской до эстрадной песни ульяновские муниципалитеты могут похвастаться тем, что не только производство, но и культурные мероприятия становятся отправной точкой развития местности. Павел Половов, новости Ульяновской правды. Субтитры создавал DimaTorzok